Доброе утро, дорогие друзья! Мы мужским коллективом поздравляем с наступающим праздником 8 марта всю прекрасную половину нашего человечества, потому что на самом деле мы давным-давно потеряли политический подтекст этого праздника, и это просто праздник для наших женщин, любимых, родных, прекрасных женщин, без которых наше, мне кажется, мужское существование было бы бессмысленным. Присоединяюсь, Роман, к поздравлениям наших дорогих женщин, и, конечно, желаю здоровья, чтобы у них были любимые мужчины, и не могу не пожелать красивых и правильных историй побольше. Я еще расскажу одну историю, которая вот только что случилась с нами, мы не будем говорить автора, но один из этих авторов сказал, что когда мы желаем девушкам хороших женихов, девушки могут в ответ сказать, муж женихам не препятствие. Препятствие, да, или пусть будет муж хороший, да, и женихов будет много. Кирилл, видите, как мы классно подошли к теме нашей сегодняшней программы, истории, да, ведь мы с вами воспитаны на историях, бабушки рассказывали нам сказки, помните заменитого Пушкина, его Арину, его няню, которая ему рассказала сказки. Моя дочь, папа, давай рассказывай сказки, причем сказки, которые ты читаешь где-то, они, может быть, были красивыми, но как только ты начинаешь придумывать свою сказку, почему-то вот мой ребенок, он больше вникает в нее, вот прям втягивается в нее. Сын, который вырос уже, он тоже помнит эти сказки. Мы постоянно рассказываем истории, анекдоты, да, стало нашей вот темой, истории, которые мы пересылаем сейчас в WhatsApp и все остальное, это все, конечно, классно, но я профессиональный менеджер, управленец, программа наша носит сугубо практический характер и она посвящена управлению людьми, а именно конкретно повышению эффективности в наше очень сложное, тяжелое время, когда единственное, как я помню, знаете, мне очень понравилась фраза, то ли руководителя или основателя Мацусито, то ли Сони, когда он сказал, что после войны, Второй мировой войны, единственное, что осталось у японцев, это то, что под кепкой мозг. Так вот, моя цель постараться, приглашая разного рода людей с абсолютно разным бэкграундом, опытом, дать руководителям, которые на той стороне нашего эфира инструментарий, для того, чтобы они, используя его, повышали эффективность свою и тех людей, в которых они работают, соответственно, эффективность компаний. Эффективные компании платят больше налогов, нам с вами жить будет лучше. Вот мой месседж. Вам, вот, когда я вам написал, а истори-теллинг имеет отношение качару? Вы сразу мне ответили, да. Почему? Ну, вы мне дали такой пас, которым я не могу не воспользоваться, когда начали говорить, что мы воспитаны на историях, и действительно, моя карьера с тори-теллера, она из детства началась. И там первым моим, может быть, учителем была моя бабушка, которая собирала такие праздники родственников. Она собирала нашу семью, там, в количестве 15 человек на все дни рождения, советские праздники, включая Пасху. И вот она собирала большой такой стол, конечно, это был ритуал, пеклись пирожки обязательно. Моя бабушка делала то же самое. Но что самое главное, что когда, значит, там первая закусочка, там взрослые по рюмочке выпили, наступает вот эта пауза, да, когда меняются блюда, и сейчас вот эта пауза, она какая-то такая иногда смазанная получается. А тогда у бабушки все было просто, она начинала рассказывать истории, какие? О себе, о своем детстве, о том, как встретилась с дедушкой, про что-то про детство дедушки, начали дети рождаться, как они рождались, что с ним происходило, внуки. И все в это втягивались, и начинали уже что-то свое добавлять к этому. И самое главное, что из этого получалось, что все люди, присутствуют, 15 человек, присутствующие за этим столом, понимают, что все они здесь не случайно. И они как-то друг с другом связаны. Плетены в истории. Абсолютно плетены в истории. Вот как раз об этом я хочу сказать. Смотрите, моя цель сугубо практическая, то есть не потому, что мне бы хотелось узнать, но мне безусловно хочется, я не своего собственного эгоизма. Я профессионально занимаюсь анализом моделей поведения сотрудников в компаниях. И моя цель помочь руководителям изменить эти модели поведения в соответствии, то ли с ценностями компании, то ли с новыми введениями планов каких-то, то ли с преобразованиями, с изменениями, в конце концов, выхода из антикризисной ситуации, то ли это в рамках проведения стратегических сессий. И вот чтобы зажечь людей, чтобы включить их, я считаю, что существует несколько элементов влияния, одним из которых является рассказ убедительных историй. Вот как раз об этом мне бы очень хотелось поговорить. Расскажите мне, что же такое сторителлинг в нашем современном представлении с точки зрения управления другими? Или это управление собой, может быть? Отлично. Вот здесь я должен, конечно, пару слов сказать действительно, что же из себя представляет сторителлинг на самом деле. Потому что сейчас слово модное, начало входить в словарь бизнесмены и предприниматели. Много тренингов проводится на эту тему. Начали тренинги проводить, да. И даже мне пришлось, ознакомившись с контентом программ этих тренингов, написать статью «Осторожно сторителлинг», где я предлагаю людям, прежде чем погружаться в это, хотя бы узнать эксперта с человеком. Итак, что же это такое? Прежде всего, это не рассказывание историй. То есть, прямой перевод рассказывания историй, сторителлинг, он не объясняет о сторителлинге ничего. Потому что факт рассказывания истории в сторителлинге – дело десятое, хотя очень важное, но мы этого, может быть, еще коснемся. А вообще это можно тремя словами определить, что такое сторителлинг. Это сопереживание, сопредставление, событие. И вот тут каждое слово можно расшифровать. Сопереживание – что такое? Это и внутренняя какая-то вовлеченность во что-то, переживание. Переживание – это когда ты заново что-то переживаешь, то есть, повторяешь что-то. Есть такие техники перепрожития. Да. Но еще очень важный момент, что ты переживаешь, то есть, ты пережил, ты остался живой. То есть, ты прошел через точку смерти. Выжил, да. А вот еще в процессе переживания, кстати, вот если мы говорим об этом, недалеко уходя просто, очень рекомендуют формировать другой исход события. Надо ли это делать? Я сейчас бы не хотел в это погружаться, потому что это целая отдельная тема, интересная. Будет о чем поговорить в другой раз. Да, будет о чем поговорить. Так вот, переживание – первое слово. Второе – представление. Представление тоже, три смысла основных. Представление, как презентация, то есть, то, что есть, ты презентуешь. Представление, как некое шоу, то есть, то, что ты сейчас делаешь и как ты это сейчас делаешь. И третье – представь, вообрази, то есть, некий запрос на будущее. Вот в одном слое уже три времени. Прошлое, настоящее и будущее. И событие – очень важная вещь. Событие, как свершившийся факт. Событие, то есть, бытие вместе с кем-то, то есть, со своим окружением. И из этого следует, что истории – это не только о тебе, а о твоем каком-то взаимодействии с каким-то окружением. Ну и событие с точки зрения будущего, то есть, что с точки зрения будущего останется в будущем. То есть, событие, там, как полет Гагарина, да, там, Курская битва. Ещё очень важно обратиться к этимологии слова «история». Уж, коли мы говорим, там, о рассказывании истории. Что такое история? В древнегреческом языке слово «история» обозначало ни много ни мало, а результат исследования человеческих отношений. Круто. И вот мы, когда говорим про «стори-тейлинг», даже когда говорим про рассказывание истории, мы должны понимать, что вот в этом маленьком сюжетике мы должны представить результат исследования человеческих отношений. И только с этой точки зрения выходить на… То есть, каждая история должна содержать его. Ну, тогда может быть… А оно и получается, когда мы, вот из этого всего, то есть, вот это три слова, оно даёт некое определение «стори-тейлинга» более-менее, ну, правильное, что ли, красивое и правильное. Это система вспоминания, создания и представления своих историй, истории своего окружения, когда через сюжет, исторический сюжет, рассказчик передаёт своей аудитории некое эмоциональное состояние преодоления. Вот это слово «состояние» я подчёркиваю, потому что иногда говорят «стори-тейлинг» – это передача информации, никакая не информация, а именно состояние. Состояние, какое состояние преодоления. Да, в результате чего у рассказчика и аудитории наступает осознание своих внутренних смыслов и ценностей. То есть, происходит такой, как сказать, камертон, когда он вместе начинает звучать… Абсолютно нечего добавить, абсолютно появляется общий ритм. Созвучность. Созвучность, появляется общий ритм, событие. Тут бы я ещё опять к русскому языку обратился, вот мы акцентировали слово «состояние», да, ведь слово «состояние» тоже имеет три значения, ну, таких основных. Резонанс, вспомнил. Резонанс, да. Состояние, как положение вещей, что вообще, как что происходит. Состояние, как капитал и состояние, как внутренний настрой. То есть, если так молодёжным языком, это статус, деньги и кайф. И вот это должно передаваться рассказчикам его аудитории, если уж он вышел с какой-то историей. И самое главное, что за этими состояниями преодоления любая аудитория и приходит к любому рассказчику. А ведь архетип рассказчика аудитории – это действительно архетип, в который можно включить и политика, и электорат, и бизнесмена, и его клиентуру, и управленцы его сослуживцев, и фандрайзера его доноров, и актёры его зрителей, и учителя его учеников, в конце концов, родителя и его детей. В супружеских отношениях работает это? Ну, работает. Опять же, не хотелось бы сейчас погружаться, как это работает, но важно понять, что... Ведь сторитейлер, на самом деле, это не профессиональный рассказчик истории, а профессиональный собеседник. Собеседник, да. И вот сейчас я бы как раз хотел более к практической части нашей встречи подойти и поговорить о том вообще, как вот это вот всё работает, потому что всё равно наверняка у зрителей больше вот, когда говорят про сторитейлеринг, всё-таки это... Ждём рассказов. Да, возникает некая картинка человека, который должен выйти, в том числе и руководителя, и рассказывать какие-то истории. Это вот не совсем так, потому что... Мне очень понравились вот эти четыре бусины, главные составляющие, которые вы мне сказали перед нашей встречи, это вот внимание, доверие, управление и вдохновение. Да, управляю, вдохновляю. Вот как раз разберём это подробно тоже, это входит сейчас в то, что... Да, как раз я, ну, я, может быть, не прямо к этому подойду, но об этом поговорим. Я хотел бы сейчас вспомнить нашего дорогого Германа Оскаровича Грефа, который, значит, вот на, по-моему, в начале... Трансестер. Да, в начале 16-го года выступил на Гайдаровском форуме и со знаменитой своей речью, где он это внёс в российскую действительность, слово «иджайл». И все начали обсуждать это слово, все понимают его по-разному, сейчас его касаться не будем. К сожалению, он произнёс ещё одно важное слово, читали. К счастью, произнёс, но, к сожалению, не заметили. Да, да, к сожалению, к счастью произнёс, к сожалению, не заметили. Это банк истории. Стори-бэнк. Стори-бэнк, да. Потому что наверняка российский человек воспринял, ну что такое истории банка, и вообще как это что-то такое не очень серьёзное, наверное, собрал там истории сотрудников, куда-то это погрузил, но как этим пользоваться, непонятно. На самом деле, вот как раз мы когда с вами разговаривали, что у любого руководителя, он всё время находится в состоянии, когда ему нужно какие-то решать новые задачи. И у него есть штат его сотрудников, и их как-то нужно вовлечь в это действие, в то, чтобы они как-то начали… Сейчас много говорят о так называемых самоорганизующихся организациях, да, хотя я в этом вижу некое лукавство. По моему опыту и опыту людей, с которыми я общался, и лично, и непосредственно, в общем, само ничего не организовываю. Я, кстати, вспомнил о том, что вы сейчас говорите. Я помню, вот я, кстати, сразу сейчас, пока вы мне говорили про Стори-бэнк, мы сейчас к нему вернёмся, прям там будем работать, я добавлю кое-что от себя. Да-да-да-да. Когда ты начинаешь разговаривать с руководителем о той корпоративной культуре, в которой живёт он, возникает сразу некий десант. Говорит, а что за корпоративная? Ну как мне её идентифицировать? Что мне нужно быть? Я вспомню Костю Харского, который сидел здесь на вашем месте, я уверен, что вы с ним знакомы. Конечно, конечно. И он говорит, знаешь, что мы начинаем делать? Мы начинаем собирать истории о компании. И вот как раз, я так понимаю, Стори-бэнк в моём, вот в моём практическом применении о том, как внедрять корпоративную культуру, это значит истории о том, что помогло удержаться компании в тех этических и нравственных рамках, истории лучших её руководителей, сотрудников, которые достигали результатов. Наверное, вот это было бы круто. И это круто. Но тут ещё другой момент есть, что вот мы опять возвращаемся к ситуации руководителю, нужно, значит, чтобы люди восприняли, во-первых, новые какие-то вещи и начали в них втягиваться и что-то в них делать. Конечно. Можно это делать, управлять, заставляя, да, то есть выпускать. Ну, страх, да, выпускать. Приведу простой пример. Буквально было вчера, позавчера, мне повезло, я начал работать со студентами журфака Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а для этого попросил, чтобы меня пустили на лучшую лекцию лучшего профессора. И я понял, что, к сожалению, в большей части ничего не поменялось. То есть, профессор читает лекцию, прекрасная, очень интересная лекция, но выдаёт свои оценочные суждения, которые дети просто записывают. Они не сами оценят, они не размышляют, они просто их записывают. Единственный способ заставить их записать – страх не сдачи экзаменов. Нет образования, есть послушание, а это совсем другие вещи. Так вот, как раз я хочу сказать о том, чтобы людей можно заставить, но это будет выполнение ровно до первого сбоя. Потому что это не принадлежит человеку, это не внутри человека. А вот чтобы внутри его стал, чтобы он стал за это гореть, чтобы он стал считать, что ценности компании являются ценностями его, вот какая моя цель. И мне кажется, вы как раз об этом начали говорить. Да, и вот тут как раз помогает руководителю этот механизм StoryBank, который проводит составление эгографии сотрудников. Эго, это, я вот не буду даже его расшифровывать, посмотрите просто даже в Википедии, там очень глубоко расшифровывается, что это такое. То есть, это не просто я, да, ну возьмём это как личность. Давайте. С сотрудниками, ну прежде всего с топами, проводятся такие глубокие интервью, скорее беседы. Типа коучинговых таких. Да, когда из людей начинают вытаскивать то, что для них важно в принципе по жизни. Иногда даже и скорее всего лучше даже, чтобы не обязательно связанное с компанией. Вообще, для личности человека. Да, вообще, вообще. А лучший, как сказать, материал, который представляет, это как раз вот их истории преодоления. Истории преодоления. Как они, почему? Потому что как они ведут себя в сложных ситуациях. Вот это и показывает, что для них важно. На что они пойдут, а на что они не пойдут. А если не пойдут, то какие они пути, как сказать, выхода из этого находят. Кирилл, буквально секунду. Итак, первое, что мы делаем для того, чтобы прозабраться и чтобы с чего-то начать, мы задаём вопрос самому себе, если ты сам с собой. Или если ты… Вы очень правильно, можно я сразу как бы… В чем сложность вот таких бесед? В том, что вам человек просто так не отдаст то, что для него важно. Не отдаст. Он должен почувствовать, что вы с ним говорите на одном уровне. Дозапасность, доверие, вовлечённость. Завоевать доверие. Да-да, доверие. То есть, прежде вы должны ему через какие-то месседжи, через свои истории дать понять, что для вас важно. Точно. И тогда он готов поменяться. Получается, story change такой. Абсолютно точно. Я ему свои истории, а в ответ он мне свои уже тогда отдаёт. А для этого что нужно? А для этого вам нужно разобраться, а что для вас важно, как человеку по жизни? Тогда получается, первым ваш… Сейчас, просто чтобы мы не проскочили, первым важным элементом фундамента storytelling является осознание важности самим для меня с помощью либо самого себя, либо с помощью каких-то техник, либо с помощью профессионала, который поможет мне разобраться с тем, что важно. Итак, первый фундамент мы положили – это важность для меня в историях преодоления и в историях прохождения вот этой некой точки смерти, да? Да. Супер. И, собственно говоря, story teller говорят, что вы не расскажете красивые и правильные истории, вы не завоюете доверие, если прежде всего не ответите себе на четыре важных вопроса. Скажите, пожалуйста, какие? Первый – кто я? Второй – зачем я здесь? Третий – куда я иду? И четвёртый – какие мои ценности? Эти вопросы очень хорошо в своей книге рассмотрела Аннет Симмонс в книге «Сторитейлинг. Как использовать силу истории?» И я очень всем рекомендую её прочитать. Супер. Мы потом в посте в Facebook отдельно её напишем, сразу возвращаясь к тому, что она всё рассказывает. Со студентами мы сняли первую лекцию. Думаю, ну как начать? Как сделать так, чтобы захватить их внимание? Чтобы что-то было? Я говорю, так, сейчас я вам задам четыре простых вопроса. Вы не поверите, вот прям один в один. Кто я? Куда я иду? Зачем я туда приду? И что я получу в результате? У них было шоковое состояние. Первая секунда. А зачем? Ведь это же моё личное. Я говорю, а вы когда-то... Да мы всё время об этом думаем, у нас всё записано. Я говорю, нет-нет-нет. Садимся и пишем. И пять минут тишины. А потом самое интересное было, когда не каждый начал рассказывать о себе. И вот это состояние, когда мы все вместе начали делиться с тем, что важно, у некоторых было удивление, у некоторых страх. Но самое интересное, что реакции были у всех разные. У кого-то была депрессия от того, что он услышал, что у других-то цели есть, а у него нет. И что время уходит, а он вроде такой же, как все. Кто-то уже что-то движется, а я ничего ещё пока не сделал. Вот тут вы меня просили в начале нашей встречи рассказать, может быть, празднику какую-то такую, чтобы немножечко разбавить. Разбавить. Историю как раз у меня точно такая же ситуация, когда я в Питере, это ещё 2010 год, со студентами работал, давал им какие-то лекции по сторитейлингу, практику мы проводили. И, конечно, у меня было задание, расскажите историю, кто я такой. Из 20 ребят, которые имели опыты в публичных выступлениях и ведении каких-то проектов, и социальных, и бизнес-проектов, 20 интересных ребят, из 20 ребят с первого раза рассказала только одна девочка. Невозможно, да, получается? Но я человек упрямый, насел, они начали рассказывать. И вот одна девочка совсем, ну вот прям рассказывает не то, она уходит в какие-то дебри, рассуждения. Но я человек упрямый, я говорю, ты пока не расскажешь, мы не успокоимся. Ей это всё надоело, и она говорит, ну всё, Кирилл Павлович, кто не спрятался, я не виноват, рассказываю историю. И вот, может быть, история такая к празднику, да, к женскому, как раз о женщинах. Выпускной класс, субботник, весна, нужно убрать пришкольную территорию. И ребятам выдают там смётла, совки, грязную робу, всё бы ничего, но у этой девочки в этом классе был мальчик, который ей очень нравился. И ей абсолютно, вот как девочке, не улыбалось выходить перед ним вот в таком виде, с мётлами, с совками и в грязной робе. Она, недолго думая, вышла перед своими одноклассниками и задвинула такую речь, суть которой сводилась. Если не мы, то кто? Через минуту у неё ребята расхватали все мётла, совки, грязную робу, а её делегировали, чтобы она занималась организацией. И она ходила, значит, высоко подняв нос, пока не пришла учительница химии и не вздула её за тунеяста. Когда я это услышал, я говорю, ну ты видишь, что это вот, кто я такая? Кто ты такая на самом деле? Это вот история преодоления, да? И почему бы сразу не рассказать? И вот как раз вы начали, я зацепился за очень важный момент, что кто-то начинает входить в депрессию, что а почему со мной нет? Да на самом деле вспоминать не умеем. И вот стори-тейлер помогает вспоминать. А истории преодоления… Так вот, я говорю, почему сразу не рассказывала? Она говорит, я была уверена, что это не будет никому интересно. И это мне, вот эти слова говорили мне даже люди, которые успешные, состоявшиеся, социально значимые, они абсолютно не уважают то, что с ними произошло. Но почему мы не ценим наш опыт? Почему? Ну, здесь есть и исторические, как бы, корни наши, российские. Мы не привыкли их хватать? Это тоже. Есть же очень важный такой момент, почему я, несмотря на то, что вот всё советское для меня важно и близко, но я всё равно считаю, что Октябрьская социалистическая революция – это такая гуманитарная катастрофа. Когда началось вот это вот то, что было до революции, это всё было плохо, и это нужно обрубить. А это обрубались корни, ни много, ни мало. А потом началось, там вот это всё, приходил новый руководитель, и то, что было при старом, всё нужно было забыть. Опасно было это вспоминать. И, соответственно, у нас вот со временем вот это вот мы попали в состояние агентов-нелегалов, когда каждое лишнее слово, оно может против нас обернуться, и это есть. И, конечно, нас там в советское время, что хвастаться неприлично. Конечно, здесь есть, ну такой мы отойдём, вот когда произошла перестройка, и хлынул первый поток за границу, это же были не туристы, это были люди, которые создавали совместные предприятия. То есть они погружались в среду и привозили оттуда непосредственно из среды что-то. И вот два впечатления, конечно, это супермаркеты, где было там 100 сортов колбасы. И второе, что даже ребёнка поставь на сцену, и он тебе задвинет такой спич о себе, что взрослый позавидует. Я вот, спасибо огромное за прекрасную историю. Про субботник я всегда рисовал молнии, в то время, когда все остальные выбирали. Очень важно, когда даже тебя, вроде я человек, который публичный, я выступаю со сцены, но даже ты, когда начинаешь рассказывать о себе, у тебя внутри такое ощущение, что тебя пассатижами там держат твоё горло, и не могут быть. Я почему об этом стал серьёзно говорить? Мы сейчас маленький, на секунду, заход сделаем влево. Это важно, потому что, ну сейчас объясню, почему важно. Во-первых, очень кризисная ситуация на рынке вообще. Люди теряют работу. Теряют работу по нескольким причинам. Первое, рынок меняет инфраструктуру вообще в целом. Некие отрасли перестают быть вообще востребованными. Роботы приходят. Ближайшее будущее вообще кардинально много всё изменится. И здесь возникает вопрос карьерного консультирования, чем я тоже занимаюсь. И я говорю, и у меня была целая серия статьи, я написал, самый главный вопрос, который чаще всего нам задают какой? С точки зрения деловой или профессиональной среды. Люди начинают придумывать что-то такое. Я говорю, нет, 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 расскажите о себе. И вот здесь-то начинается трэш. Потому что именно отсюда идут неэффективные резюме, неэффективные собеседования. Люди, которые могли сюда легко занять эту позицию, просто проваливают собеседование, потому что не умеют рассказать о себе. Давайте буквально несколько секунд для того, чтобы тому руководителю, который управляет другими людьми, самому было что сказать, как надо к себе начать относиться, чтобы вот это распустить, чтобы впустить вот этот свежий воздух и рассказать все самые ценные истории, которые у тебя есть. А это просто как хочешь научиться плавать – плавай. И чтобы ты начал про себя рассказывать, ты пользуйся любыми случаями, когда ты можешь выступить. То есть рассказать. Опять о себе обостаешь. А это, если мы понимаем, для чего мы это делаем, зачем мы это делаем, тогда, ну, как бы, дураков-то много на свете. И, конечно, будут люди, которые скажут, вот ты. И я такое выслушал многократно. Но я этим продолжаю заниматься, потому что я знаю, что за этим стоит вот мое раскачивание внутренних ресурсов. И через них я, собственно, и получаю силу, и так же, как любой руководитель, или так же, как любой коллектив, как единый некий организм. И вот, собственно, почему за рубежом очень популярны стори-тейлинг-фестивали? Ровно для этого, чтобы люди и руководители… Что такое стори-тейлинг-фестивали? Это когда люди собираются и начинают рассказывать истории о себе. Травить байки? Это не травить байки, а рассказывать именно вот те истории, делиться то, что для них важно. Это такой само-коучинг или групповой большой коучинг? Это, по большому счёту, изначально это развлечение, это фестиваль. Это коммерческое прямо всё? Это в том числе, конечно, коммерческое, вполне окупаемое. Со мной был случай, когда мы как раз устраивали мероприятие для работников Марса, такой вот стори-тейлинг. Ну и там собиралось, там этих работников, там человек 20, наверное. Каждый должны, кстати сказать, это можно было, вот они все 20 рассказали свои какие-то истории, можно было книгу просто выпускать. Но сейчас не об этом. А один парень, он, значит, говорит, вот я вчера буквально беседовал с своим американским коллегой, говорит, вот готовлюсь к выступлению на стори-тейлинг-мероприятии, и он говорит, о, это так почётно. А я думаю, что почётно-то? Ну как, 3000 человек? То есть, это у них мероприятие на 3000 человек, на секундочку. И очень в Ютьюбе можно посмотреть, как… По сути, TED – это то же самое? Ну, в том числе, в какой-то степени. Там просто не делают акцент на истории, а там как бы истории, которые требуют распространения, достойно распространения, да? Да. А стори-тейлинг – это всё-таки вот живая в хорошем смысле боль человеческая. Окей, вернёмся в контекст. Итак, менеджмент, управление другими людьми через историю. Мы остановились на том, что люди начинают собирать, то есть, руководители должны иметь вот этот… Стори-бенд. Да, Стори-бенд, механизм, который собирает с людей истории, в которой они рассказывают, что для них важно. И уже анализируя эти истории, вы находите общие направления развития, которые им и предлагаете уже как свою какую-то директиву. Но фокус-то в том, что вы эти директивы построили на фоне того, что они сами вам рассказали. То есть, мы берём их вовлечённость, берём то, что для них важно, и пытаемся трансформировать это в то, что как бы нужно. Ведь вот в этом смысле у меня был хороший опыт работы с компанией «Киви». Меня позвал Сергей Солонин, я сначала для них написал корпоративную историю, а потом им понравилась эта история, я брал интервью и у Бориса Кима, и у Андрея Романенко, и у Сергея Солонина. Очень интересно, это тоже отдельная история, можно долго об этом говорить. Им понравилось, они допустили меня до своих топ-менеджеров, чтобы я вот пособирал истории. И я беседовал с каждым топ-менеджером всех департаментов, включая службу безопасности, именно вот в таком вот доверительной беседе, чтобы они рассказывали, чтобы вытащить из них какие-то истории, даже не связанные с компанией. Какой был момент, почему мы сошлись с Сергеем Солонином? Он как раз вот задумался о ценностях, потому что у него за счёт того, что компания стремительно росла, а она состояла из четырёх направлений, это терминалы, Киви-кошелёк, банк и реклама, то и направления эти стали стремительно расти, и ещё бы чуть-чуть все развалились бы просто на четыре отдельных бизнеса, и потерялась бы та самая синергия. И он тогда, находясь как раз в том же самом Стэнфорде, откуда приехал наш дорогой Греф, и работая там и учащаясь, он обратился к профессорам, консультантам, и они сказали, что вот надо работать над корпоративной культурной ценностями и описать свою компанию. И он стал её описывать так, как он её видел, и вышла такая его тоненькая книжечка «Киви-дзен», где он как раз описал пять титульных ценностей. Но как он это видел? Что он под этим подразумевает? Оставалось это внедрить в сотрудников. И когда я начал с сотрудниками, я её прочитал, мне показалось это очень интересно, я начал беседовать с сотрудниками, ну как вы относитесь к вот этим ценностям? И лучшее, что я слышал, это с ними сложно не согласиться, то есть вовлечённости не было. Но когда я начал из этих топ-менеджеров доставать их истории, которые и связаны-то не были с компанией, выяснилось, что все эти истории, которые как бы с Алониным были директивно выложены на сотрудников, они уже присутствовали практически во всех сотрудниках до того, как они пришли в компанию. То есть даже когда люди были, условно говоря, по объявлению набраны, они пришли именно в то место, которое их ждало, в их место. И это называется осознанность, и это совершенно другое отношение к своей работе, уже не возникает, а вот там платят на 15 копеек дороже, и может быть мне имеет смысл подумать о той компании. Не имеет, потому что ты на своём месте, потому что твои ценности совпадают с ценностями этой компании, и ты начинаешь дальше работать. Это вот первое, о чём, то есть вы, собственно говоря, вот этот механизм привлечь внимание, завоевать доверие, когда ты сам понимаешь, что для тебя важно, и управлять вдохновляя. Что это? Ты из них важно это вытащил, перетрансформировал, и свои желания в них вставил, и они занимаются тем, что они их сами хотят. Это и есть вдохновение, а ты им просто даёшь некую свою энергию. А второй очень важный момент, что любой организм человеческий, в том числе и компания, он занимается двумя важными процессами. Это продвижение своё, и второй взаимосвязанный процесс привлечения ресурсов. И всё это делается через какие-то послания. А базой этих посланий есть некие сценарии. И одно дело, когда ты эти сценарии поручаешь делать неким рекламным компаниям, рекламным агентствам, которые по большому счёту к твоей компании не имеют никакого отношения, им больше того, чтобы заработать у тебя как можно денег, в лучшем случае, ну, их больше ничего не волнует. И другое дело, когда эти сценарии ты начинаешь строить на тех историях, которые вышли из того, что важно твоим сотрудникам, из того, что важно тебе. Кроме того, ведь сейчас форматы передачи этих месседжей, они разные становятся. То есть реклама уже уходит на… А если это реклама, то это совершенно другая реклама, другой уровень рекламы. А создаётся… Почему входят короткие ролики, там вот наверняка вы знаете, Сергей Гевлевич, объясняшки, интересный формат, рисованные ролики. Создаются… Ведь всем прийтет реклама, но можете мне формат назвать, где мы на рекламу смотрим 90 минут, и она нас ничуть не мучает. Кино какое-нибудь? Футбол. Футбол, да. Прежде всего. А кино тоже можно пример привести, два. Один старый был фильм, «Мужчина и женщина», известный фильм, там 60 какого-то года, но ведь это был фильм, промо марки Рено. Никто об этом не знает. А второй совсем недавний пример – это фильм Вуди Алина, Вики, Кристины и Барселоны. Это же промо города Барселоны. Но не через то, что вы летаете самолётами аэрофлота, а через историю, которую я уж, насколько человек, не поддающийся каким-то вот таким вещам, ну, глядя на Скарлетт Йоханссон, ну, невозможно не полюбить, в том числе и Барселону. Возможно не полюбить ничего, что рекламирует Скарлетт Йоханссон. Да, да. Кирилл, я проснулся. Спасибо за Скарлетт Йоханссон. Я почему притих? Знаете, вот тема ценностей, она для меня является критичной. Ну, я считаю, что с точки зрения компании, вообще с точки зрения менеджмента, и сегодня диалектически уже менеджмент подошёл к тому, что надо управлять непрофессиональной эксплуатацией подчинённых, и они перестают троллить эти темы, которые почему-то до сих пор востребованы русскими современниками, моими менеджерами. Разве можно эксплуатировать подчинённых? Ну, это просто абсурд, конечно. Простите меня за культуру нашу. Но именно управление на основе ценностей является, на мой взгляд, кардинальным, современным и гуманистическим инструментом, позволяющим двигаться компанию вперёд. Всё, что вы мне рассказали сейчас про компанию Кирилл, вот этот весь пхот, он настолько мне близок. Я с таким замиранием сердца это слушал, потому что это правильный путь движения. Осознанность. Важнейший элемент, через который мы идём. Так вот, у меня здесь вопрос. Когда мы говорим о сторителлинге, когда человек пережил через себя, рассказал свою историю вдохновления, как ему её построить так, чтобы найти резонанс с теми людьми? Понятно, что мы сначала их выслушали, и мы будем строить их на этом ключе. Но может быть ещё буквально в оставшиеся 5 минут, которые у нас с вами от программы, как практически научиться рассказывать правильные истории? Ну, я ещё раз говорю, что хочешь научиться плавать – плавай. Хочешь научиться рассказывать истории – рассказывай. Прежде всего, эта красивая и правильная история состоит из трёх вещей. Миф, ритуал и жертвоприношение. Миф – это сюжет о преодолении. То есть, ты находишь в своей истории, а ведь мы, когда отвечаем на вопрос «кто я?», ещё важно не только от рождения до сегодняшнего дня вот это всё поднять, а историю своих родителей, историю своих предков – это тоже ответ на вопрос «кто я такой?». И то же самое у компании. Это вот всё, что было до какого-то момента, это тоже история компании, в том числе до того, как она образовалась. Так вот, миф – преодоление. Собственно, ценности-то и возникают, когда мы что-то преодолеваем, и поэтому они важны. Это и есть работа с ценностями, поднятие этих историй. Миф. Ритуал. Ритуал – это повторение. Что такое ритуал? Это повторение, то есть, ты должен в объёме своей компании найти какие-то пространства, где эти истории будут повторяться. Неважно, это планёрки или какие-то отдельные, в том числе, вот стори-теллинг мероприятия какие-то. И почему нужно уже думать с современным руководителем о том, чтобы стори-теллинг как маркетинг-отдел, так стори-теллинг-отдел вводить, по крайней мере, в крупные компании обязательно. И жертвоприношение – это что такое? Это вот этот процесс когда происходит преодоление, когда мы выходим на новый уровень. И для чего мы чем-то жертвуем? Мы жертвуем чем-то ценным сегодня для себя, но для того, чтобы выйти на некий уровень. Отказаться от части себя, но так отказаться, что мы больше в этом не присутствуем. Наверняка люди, которые совершали карьерный рост, знают, что чтобы выйти на новые какие-то компетенции, ему нужно отказаться от тех, которые ему помогали на предыдущем уровне. И вот этот момент очень важный. И этот момент очень важно доносить до своих сотрудников. Они вам некую жертву должны уже начать приносить через то, что вы им, передавая состояние преодоления, заложенное в мифе, даёте как поле для вхождения в это. И, соответственно, подумать над этими тремя словами, создание мифа, создание ритуала и налаживание вот этого момента жертвоприношения, когда мы… Двустороннего даже, да? Двустороннего, конечно, это происходит действительно, и ты что от чего-то отказываешься, и они от чего-то отказываются. Но важно отказавшись не быть в этом. Потому что если ты отказался и начинаешь об этом сожалеть, то ты жертва. Тебя принесли в жертву. А если ты от чего-то отказался и сказал, всё, это не я. Это проще, вот когда потери какие-то происходят, в том числе человека. Мы потеряли человека. И действительно как? Он ушёл. Но ведь мы общались с человеком. Нам важна была не сама оболочка, а общение. А когда я потерял бабушку, и в какой-то момент я сопереживал, со мной страшные истории происходили, когда 35 лет я живу с ней, и вдруг нету, да? А потом я понял, что важно для меня было общение. И вот то, что тело, оно там лежит, на кладбище. Я хожу, ношу цветы. Но важно общение. А общение продолжается, потому что я начинаю вспоминать её, и она мне что-то подсказывает. Не так впрямую, Кирилл Павлович, сделай так. А я что-то на неё начинаю вспоминать, и в этом вспоминании мне приходят какие-то, в том числе, ответы на вопросы важные. Читаю Сухомлинского, потому что я вернулся к неким историкам. Я педагог, по-первых, про образование. И вспоминаю, беру нашу базу, фундаментальных наших, таких глубочайших людей, с точки зрения педагогики. Вот его даже книги, они написаны о воспитании человека, вообще о воспитании, таким языком, о том, что, во-первых, их мелко, много. Ты читаешь, она всё раскрывается, раскрывается, раскрывается в тебе. И она полно примеров. Да, примеры коммунистического будущего. Очень много примеров про Великую Отечественную войну, о том, как дети, люди вели себя в то время. И как раз на тех примерах было воспитано. Знаете, вот, опять же, наш лидер, президент, привёл в послание к федеральному собранию, которое было недавно, историю гибели русского лётчика, который погиб, подорвал себя гранатой и крикнул, это вам за пацанов. Вот, ведь это же тоже геройские истории для воспитания наших детей, для воспитания поколений. Почему мы так мало их используем? Буквально осталась там одна минута. Почему мы не воспитываем на своих историях нашего общества? Почему? Потому что нет традиции такой. Ну, и вы вот сейчас нашего лидера вспомнили, а я хочу сказать, что он начинал, знаете, с чего? С книжки Натальи Тимаковой, Андрея Колесникова и Татьяны Геворкян, разговоры от первого лица, где он как раз отвечал на вопросы, кто я, зачем я здесь, куда я иду. И то же самое происходило с «Не к ночи будет помянутым» Бараком Обамой, когда он в 30 лет ещё написал книжку «Dreams from my father», где разбирался со своими корнями. И благодаря этому, в том числе, и вышел на второй срок, и перед вторым своим избранием, он вышел на телевидение и сказал, главная ошибка моего предыдущего срока, это то, что я мало рассказывал истории американцам. И американцы поняли, о чём это. Наши, ну как бы, не просекли. То есть, нету традиции рассказывать о себе. И вот это надо перебарывать над современным руководителем. Отсутствие традиции рассказывания историй, это же не совпадает с глубинной потребностью слышать эти истории. Вот почему такой диссонанс? Вот есть отсутствие традиции истории рассказывать и потребность человека. Ну, потому что, я ещё раз, мы возвращаемся к этим 1861 год только люди, это самое, крепостное право было отменено. Потом революции, когда всё. И так далее. И это же люди постоянно под спудом находились. Я уверен, что в нашем радио есть программы о культуре, которые, я уверен, вы подхватили. Кирилл, огромное вам спасибо. Испытал колоссальное удовольствие. Вам большое спасибо. Уважаемые руководители, ищите истории в себе. Главное, изучайте стори-тейлинг и создавайте, вот начните уже создавать именно отделы стори-тейлинга, которые вам пригодятся. Просто наберите стори-банк по-английски в гугле, и вы поймёте, что это такое. Друзья, создавайте истории своей компании, фиксируйте, создавайте истории своей семьи, воспитывайте своих детей на лучших историях себя и нашей страны. Был с вами Роман Дусенко, бизнес-затор, Кирилл Гопиус, радио Медиаметрикс. До встречи через неделю. Пока. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова